Доброго времени суток, дамы и господа. Получать полезную информацию в игре, само собой, приятно. А порой эта информация может быть как-то скрыта, как-то недоступна с помощью стандартного Близовского интерфейса. И для того, чтобы раскрыть эту информацию, расширить её потенциал, ставятся различные аддоны или векауры. Вот именно о векаурах мы сегодня поговорим. В видео расскажу о своих векаурах, которыми я пользуюсь. Подскажу вам полезные векауры для Dragonflight, которые помогут там как с полётами, так и с убийством рарников, которые имеются в Open World ради получения вещиц, ради одевания. Ну и поговорю о своих векаурах. В общем, поехали. Что же получается? Интерфейс мой вы все прекрасно знаете, уже в ходе всех видео всё всегда прекрасно было видно. Что получается? Начнём. Давайте сверху вниз. Векаура на рарников. Верхний левый угол. Очень простая векаура, очень хорошая, очень понятная. Жёлтые полосы — это те рарники, которые находятся в той локации, в которой я нахожусь. Нахожусь я на текущий момент в берегах пробуждения. Также векаура настроена по принципу скрывать тех рарников, которые убиты. Помимо этого включен фильтр на рыцаря смерти. То есть показываются только те рарники, которые полезны мне. Плюс добычу я уже для себя отредактировал касательно айдишников. То есть получается, это уже не просто загруженная ваашка откуда-то, с сайта вага.io, а уже переделанная конкретно под меня, под рыцаря смерти в целом. Само собой, она будет в архивчике, который будет в описании к этому видео, и вы можете скачать эту векауру. Само собой, оставлю и оригинал на эту ваашку, и вы можете ее скачать для себя и настроить уже для себя. Также на той странице, где вы будете скачивать эту ваашку, на вага.io, там имеется полная инструкция и то, как настроить ее под себя. В общем, гляньте, все прочитайте. Идем дальше, сверху вниз. Кружочек. Очень люблю этот кружочек. Он красивый, он вписывается просто идеально. Это красный цвет, специально сделанный мной. И этот цвет символизирует ДК, а внутри написан на Detain Item Level. Не думаю, что эта векаура будет вам конкретно полезна, но мне, например, при записи видосиков, при стриминге, эта вещь полезная. К тому же, она немного места на экране занимает. Окей. Идем дальше, сверху вниз. Центр. Центральная ваашка. Ее нужно обновить, потому что это старая версия, Shadowlands'овская. Тут накладывается индикация на индикацию. Это некрасиво выглядит. Вот. Нужно скачать DF на ее версию. Это векаура от такого человека с никнеймом Афинар. У него много ваашек на все абсолютно классы. Само собой, заходим на вага, вписываем его никнейм Афинар и качаем его прекраснейшие векауры. Далее. Векаура со статами. Столбики статов. Довольно-таки полезно отслеживать уровень хосты на текущий момент. Уровень искусности, универсальности с целью того, чтобы понимать вообще идет дэмэдж там по нам, от нас. Имеется ли там бафчик и все такое прочее. Компактно, удобно. Мне это очень нравится. Вашка будет это в моем архиве. Далее векаура на полеты драконов. Ее нужно немножко вытащить. Давай ее сюда перетащим. Показывает энергию, показывает скорость. Показывает абсолютно всю ту информацию, которую нам в целом нужно знать при полете на драконе. В тот момент, когда имеются молнии, значит мы под бафом азарта небес, значит раз в 5 секунд мы накапливаем бонус и получаем дополнительное очко бодрости. Очень хорошая векаура. Пользуюсь ей с самого первого дня, как только вообще дэв стартанул. Ну, она была скрыта. Да. Некоторые векауры, само собой, появляются только в тот момент, когда срабатывает какое-то событие. Например, интерапты. В тот момент, когда кто-то рядом или кто-то в группе или кто-то в рейде кикает каст, то срабатывает полоса интерапта и видно, то есть кто сбил заклинание, какое заклинание было сбито и сколько кд на кик каста. Имеются разные вариации этой влажки, разумеется, с активным отслеживанием киков, но мне нравится именно такое отслеживание киков каста. Далее использую векауру на взрывоопасные сферы. Совсем скоро мы пойдем в мифик плюсы, начиная с 14 числа. И, само собой, рано или поздно там будет аффикс взрывоопасный. Поэтому отслеживать сферки это всегда приятно. То есть понимать вообще, сколько их еще нужно убить, как часто они спаунятся и все это прочее. Само собой, за сферами нужно следить. На этом все. Остальные векауру уже являются либо повторяющимися, либо просто дублирующимися. По факту у меня их очень мало. Как-то так, архив будет в описании, само собой. Но стоит же еще показать вообще, как это все устанавливать из архива. В общем, там текстовые документы. Мы их открываем через блокнот, например. Через Word, возможно, даже если вам так удобнее. Пишем в чатик WA с целью того, чтобы вообще отобразились у нас настройки векауру. После этого открывается окно. И что же мы делаем далее? Далее мы жмем кнопку Import и закачиваем код, который мы скопировали. Ну, например, из моего текстового документа. Жмем Ctrl-V. Встает векаура. И у вас тут будет кнопка Import. Импортируйте. И она, по-моему, даже встанет на то же место, где она и находится у меня. Это очень удобно. Это просто не нужно ничего делать. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. И все готово. Как говорится, пользуйтесь на здоровье. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok